Биографическая картина о жизни и судьбе главнокомандующего ВДВ Василия Маргелова. Время действия 40-х по 70-е годы СССР. Это и чажесть войны, и развитие воздушно-десантных войск, и становление самого Маргелова. Война как фон и условия. Здесь много сцен о финской и великой отечественной войне. И о мирном времени. Никто кроме нас. Принципы ВДВ были заложены в эпоху Маргелова. Просто нельзя, чтобы люди забывали об этом. Это 80 лет назад началось, как, знаете, у Михаила Рощина, траматурга, есть такая фраза в песне «Эшелон». Будь проклята война, наш звездный час. Таков трагический парадокс. Василий Маргелов – кумир для многих мальчишек. По его примеру, юноши мечтали стать десантниками. С уважением к военным, фильм создан на основе популярного у сотрудников ВДВ сериала «Батя». А чтобы перенести зрителей во время Маргелова, съемочная группа изображает фильм в советском стиле. Кстати, над картиной работали целых 12 лет. И хочу выразить убеждение, что фильм займет свое достойное место в ряду современных фильмов и, безусловно, художественных фильмов российских, вот такой патриотической направленности. И станет действительно событием. В создании кинофильма помогала и Российская ассоциация героев, основатель которой – Барнаулец Владимир Шаманов. Для человека, который всю жизнь посвятил службе, фильме о военных в особом ряду. 49 лет назад в этом кинотеатре, вот, наверное, где-то там на 8-9 ряду, я с двоюродной сестрой сидел на премьере в Барнауле фильма «Офицеры». Как скоротечное время? 49 лет назад я воодушевился фильмом и сказал, все, для меня других профессий не существует, как профессия Родину защищать. Премьера фильма состоялась в Москве 2 августа в день ВДВ. Вторым после «Столицы» картину принял Барнаул. Этим показом открылся масштабный киномарафон, цель которого – привлечь внимание к славным страницам отечественной истории. Картину покажут в других городах Алтайского края и Республики Алтай. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.